Наше предприятие входит в состав холдинга по производству лекарственных средств в Новосибирске. У нас, иначе говоря, на предприятии представлено различное оборудование для производства лекарственных средств от гранулятора до автоматической линии по наклеиванию самоклеящихся этикеток. В конце года мы провели модернизацию и начали производить замену моральной и технически устаревшего оборудования. Я работаю 20 лет главным инженером на производстве и хорошо знаю все технологические процессы на предприятии. Выбор нового оборудования взамен технически непригодного я производил самостоятельно, согласуя его с руководством перед покупкой. Работа была, по сути, непростая, техники на рынке представлено много, изменились и автоматизировались многие процессы. В фармацевтическом производстве очень важно контролировать качество сырья и готовых лекарственных средств. На производстве проверяют показаниями уровня влажности, времени плавления, прозрачности. Чтобы таблетке полностью соответствовало требования гигиены, необходимо было по сути серьезно подходить к вопросу выбора оборудования. В планах модернизации стояла и покупка промышленного вибрационного сита, которое используют для устранения загрязнения и удаления комков из порошков и гранул. Старая машина постоянно ремонтировалась, была, по сути, морально и технически устаревшим оборудованием. Мы решили приобрести современное промышленное сито с регулировкой количества уровней сепарации. Так как я уже выбрал много различных машин для нашего предприятия, у меня был небольшой опыт по подбору и остались контакты некоторых надежных производителей техники. Я начал связываться по телефону с производителями и уточнять, смогут ли они произвести вибрационное сито. В качестве основным критериев я указал автоматическое управление, качественный материал оборудования и из нержавеющей стали, регулировка уровней, просеивания. Сначала я обратился в компанию из Германии, которая предложила мне вибрационное сито, однако она уточнила, что весь процесс доставки, таможенное оформление и монтажа оборудования не входит в стоимость. Доставка могла затянуться и я отказался. Потом я связался с компанией из России. Она сказала, что они не производят сито, применяемые только для опытных партий и лабораторных исследований, однако вообщем, если мы можем подождать, они готовы спроектировать и произвести машину для использования в производствах. Однако это будет не раньше следующего года. Я не был готов ждать. Так как у меня не получилось найти производителя вибрационного сито, я решил пойти по другому пути и посоветоваться с профессионалами, которые в принципе работают в сфере поставки фармацевтического оборудования и может предложить другой вариант машины. Я искал в интернете посредника из России, так как однажды у меня есть неудачный опыт по поставке оборудования китайским посредникам, когда нам привезли линию по посовке порошка, однако не было. По сути, ни документов по установке, ни технического паспорта. Мы долго настраивали линию, консультировались с производителями по телефону, хотя они неохотно с нами хотели разговаривать. В интернете я выбрал три поставщика. В качестве критерия я рассматривал время работы фирмы на рынке поставки фармацевтического оборудования, сайт компании, условия поставки машины. Всем компаниям я позвонил по телефону, чтобы, главным образом, убедиться в профессионализме менеджеров. Специалист одной компании сказала подождать пять минут, но так и не выслушала меня. Такое отношение к клиенту мне не понравилось. Менеджер другой компании из Калининграда поговорила со мной вежливо, задавала вопросы о необходимой производительности оборудовании, желаемых сроках изготовления. Через пять дней на почту я получил от них восемь вариантов различных вибрационных сид и предложение сделать выбор самостоятельно. Я понял, что у них нет профессионального подхода и мне не помогут в решении поиска оборудования. Последний, третий вариант посредника оказался для меня удачным. Менеджер мужчины говорил со мной с профессионалом. Задавал конкретные вопросы о желаемой производительности машины, материале, которое планируется сепарировать, рассказал об условиях поставки. На этапе консультации он предложил промышленное вибрационное сито, которое я смог быстро согласовать с руководством предприятия. Машина была, по сути, приемлема по характеристикам и по цене. В течение недели мы заключили договор на поставку оборудования. Специалист попросил выслать для проведения тестирования оборудования наши гранулы. Перед отправкой машины менеджер выслал видео «Четырехуровневое сито из нержавеющей стали, заполненное гранулами черного цвета». Через месяц после заключения договора мы получили промышленное вибрационное сито. Менеджер предоставил гарантию производителя, технический паспорт оборудования, чертежи, инструкцию по эксплуатации. Габаритные размеры сито были небольшие 90 см, 80 см, 94 см. При необходимости мы могли изменить количество уровней сепарации от 2 до 6. Мы остались довольны промышленным ситом, порекомендованным и поставленным менеджером этой компании. В итоге я понял, что в любом деле лучше обращаться к профессионалу, и тогда ваша задача покажется не такой и сложной. Люди думают, что профессионалам в своем деле все дается легко, однако я точно уверен, что такие специалисты работают, чтобы, главным образом, нам так и дальше казалось.